В конкурсе могут принять участие советы ТОС, управляющие компанией, домком и дворники. Комиссия оценит не только их работу, но и выберет лучший дом, дворик, самый уютный подъезд и самую благоустроенную улицу. Заявку на участие в конкурсе подают в районной администрации с фотографиями и видеоматериалами. А уже 23 ноября в день города будут подведены итоги. Но за подготовкой к торжествам нельзя забывать и о текущих вопросах. Сегодня также напомнили о сроках уплаты имущественных налогов. Рассчитаться с государством необходимо до 1 декабря. Это налог на имущество физических лиц, земельный налог и транспортный налог. Эти налоги в основном поступают в местный бюджет. То есть часть бюджет краевой, часть бюджет городской. Поэтому эти налоги и поступление их очень важно для города, для жителей, для решения социальных проблем. Говорили в мэрии об участии отраслей в федеральных и краевых программах в следующем году. Финансирование обеспечивается в полном объеме. Подвели промежуточные итоги инвентаризации многоквартирных домов, которые ранее являлись общежитиями. В них сохранился муниципальный жилой фонд, который планируется предоставить нуждающимся. Но не все районы справились с этой задачей на отлично. Необходимо в эти дни усилить и работу общественного транспорта, поскольку в Сочи прибывают мощи святого Иоанна Крестителя из греческого монастыря Иерусалимской Патриархии. Ковчег с мощами будет находиться в храме святого князя Владимира с 18 по 21 октября. Прикоснуться к святыне можно будет в эти дни с 6 утра до 23 часов вечера, а 21 октября до полудня. Всех желающих приложиться к мощам мы будем рады видеть по адресу улица Виноградная, дом 17, храм Пятого Равнопостального князя Владимира. Убедительная просьба всех наших верующих добираться общественным транспортом. Поскольку парковочных мест в районе храма нет, лучше отказаться от личного транспорта и воспользоваться общественным. Мэрия обратилась к перевозчикам с просьбой продлить в эти дни работу автобусов. Елена Овсинцевна, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.